Я приветствую всех, кто сегодня смотрит нас онлайн, кто сегодня присоединился к нам вот таким образом. Добро пожаловать! Мы сегодня будем размышлять над Словом Божьим. Мы сегодня будем говорить о некоторых моментах жизни людей, которые застигают нас именно в декабре и в декабрь-январь. Своё слово сегодня я назвал «Рождественские надежды». Я даже пришёл с подарком. Я такую коробочку с собой принёс. Я не знаю, нравится ли вам, но, наверное, мне больше нравятся более яркие подарки. Вот я когда жену попросил, сказал, мне нужен подарок. Она достала коробочку, такая, обвязала бантиком, говорит, вот тебе подарок. Я говорю, замечательный, современный, такой минималистический подарок. Но знаете, почему я сегодня пришёл с этим подарком? Он нам будет неким таким напоминанием. О том, что происходит с людьми вот в это время. Сегодня уже пастор Сергей сказал о том, что мы любим получать подарки. Детям делают на рождественские новогодние праздники подарки. У кого-то в семье есть традиция эти подарки дарить друг другу. Знаете, ну, наверное, вот когда мы говорим о России, да, о нас с вами, русских людях, россиянах, то мы привыкли к тому, что, наверное, больше для нас важен праздник не Рождество, как бы это сейчас страшно не звучало, да, а всё-таки Новый год. И ёлки дома ставят, и обязательно подарочек под ёлочку. И уже, наверное, только вот в постсоветское время, там, последние лет 20-25, да, у нас началось, говорится, о Рождестве. И то, знаете, Рождество, которое всегда праздновали на Руси, оно как-то уходит вот всё-таки на второй план, а мы больше светский мир. Он, наверное, говорит, если о рождественских праздниках, то это всё как-то связано вот с таким католическим Рождеством, с европейским Рождеством. Я говорю, как бы это странно не звучало, Рождество, оно одно, но люди отделяют одно Рождество от другого Рождества, там разные традиции по-своему празднуются, но я не о том, как празднуется Рождество сегодня. Я хотел сказать о неком настроении, которое есть среди людей, и чего мы ожидаем. Даже если человек не празднует Рождество, но празднует Новый год, то в доме обязательно ставят ёлку. И есть очень много различных мнений по поводу ёлок. И все их не переслушать и не выслушать, но большинство ставят ёлки. В Советском Союзе начали бороться в определённое время с рождественскими праздниками, и сказали, для советского человека важным праздником будет Новый год. Но атрибуты Нового года, по сути своей, остались те же самые, что и рождественские атрибуты до того, как Новый год начали праздновать. Та же самая ёлка, те же самые игрушки, которые будут символизировать дары, которые волхвы принесли Христу. Та самая звезда наверху. Если раньше она была золотая, то в советские времена она стала красная, пятиконечная звезда. Это, пожалуйста, давайте не будем добавлять к этим символам каких-то ещё определённых образов. А эта звезда, и какая бы она ни была, она не похожа на ту звезду, которая однажды зажглась над Вифлеемом, которая стала путеводной для тех самых волхвов, которые шли с Востока. Но те звёзды, которые на ёлке зажигаются, как бы они ни выглядели, они в любом случае символизировали эту звезду. Ну вот, незадача. Знаете, оставался же Бог и Иисус Христос, который родился вот, правда, не в этот день, это ещё очередной, ну, скажем так, наверное, миф, который для нас долгое время уже есть. Но мы сегодня не мифы развенчивать собрались. Христос. И подумали о том, а что сделать с этим. И знаете, появился Дед Мороз. Он, впрочем, был всегда. Кто бы это ни был, это стали называть сказочным персонажем, это вот русский дух, который пришёл из сказок для того, чтобы детям подарить всё-таки какой-то определённого рода праздник, праздничный персонаж. И рядом с этим Дедом Морозом появилась девочка. Девочка, девушка. А знаете, до 37-го года это был юноша. Новый год его звали. А потом всё-таки появилась сначала девочка, потом она стала подрастать, и сегодня эти девочки, это уже не девочки, а тётеньки такие ходят. Их называют Снегурочкой. Если бы вы хоть немножко, я не знаю, вы когда-нибудь прикасались к истории Снегурочки, наверное, максимум, что вы помните, это то, что уже Островский написал. А вот если бы взять народные предания, это страшная сказка, в которой бабушка с дедушкой хотели очень доченьку, и где-то уже в конце зимы, в апреле, в марте, где-то в начале апреля, когда ещё не сильно таяло, они слепили себе девочку, Снегурушку. И она жила. И по разным версиям, то она летом пошла за ягодами, и там растаяла. В том, что мы с вами знаем, она прыгала на день Ивана Купалы, по-моему, если не ошибаюсь, через костёр и растаяла. Но народные предания сохранили такую историю о том, что она пошла с подружками в лес, и те из зависти её закопали под кустиком. Там выросла какая-то веточка, молодой человек из этой веточки сделал дудочку, а эта дудочка всем рассказала, где закопана Снегурочка. И тех, кто её закопали, отправили в лес на съедение злым зверям. Замечательная история, да? Нет, не надо хлопать, это на самом деле страшно. Это блокбастер, ну, если бы современные снимали какой-то фильм, это обязательно было бы там, да, с категорией ужасы, как минимум. Ну, я не о Снегурочке сегодня. Знаете, заменили одно другим, и люди жили с этим больше 70 лет. Хотя и праздновали Рождество. Давайте, я редко знаю какой-то дом, в котором Рождество так или иначе не вспоминали. Но, знаете, вот во всём этом, что бы ни происходило в нашей стране, какой бы режим ни был, мы всё равно ожидаем этого времени, как времени праздничного. Но я хотел сегодня, знаете, обратить одно внимание, наше внимание на одну вещь. Мы празднуем Рождество, мы празднуем Новый год, мы чего-то ожидаем, у нас есть надежды, и наши надежды очень похожи вот на эту коробочку. Она красивая по-своему, с бантиком. Её, наверное, бы поставили под ёлку, когда ёлка дома появилась. И кто-то бы ходил, смотрел на неё и думал, что же в этой коробочке? Что мне приготовили ребёнок? В доме думал бы, что бы мне купили родители, что они туда положили? Со временем, конечно, ты понимаешь, что, скорее всего, там конфеты. Но хочется, чтобы там было что-то больше. Хочется, чтобы там было что-то важное и нужное, особенно, когда это касается людей, уже взрослых. Со временем мы становимся более меркантильными, и мы уже не всегда подарки ставим под ёлку, и не всегда упаковываем. Мы их, наверное, уже дарим таким образом, и даже с чеком из магазина. Ну, так на всякий случай, чтобы можно было вернуть или отнести по гарантии. Потому что без чека это сложно будет сделать. Но все наши надежды, они всегда выглядят вот таким образом. Но, зная евангельскую историю, если мы ее читаем, о том, каким образом родился Христос, и какую надежду он на самом деле принес людям в этот мир, мы можем увидеть, что все было не настолько красиво. Мы в эти праздники облекаем эту историю в нечто красивое. Вешаем огоньки, делаем все в таких золотых цветах. Мы обязательно ёлок везде понавесим и наставим. Опять же, я не против украшений. Но за украшениями мы можем потерять то, что на самом деле находится внутри. Потерять то, что по сути своей Бог в это время принес каждому из нас. А ведь это время надежды. И мне хотелось сегодня говорить, какие эти рождественские надежды должны быть в нашей жизни. Я за то, чтобы через некое состояние праздника мы могли донести детям нашим о том, что есть Рождество, что значит, что Христос пришел в этот мир и какую надежду он нам принес. И чтобы они вырастут, когда они вырастут, они осознавали это и понимали, и следовали за Христом. Но не чтобы для них жизнь превратилась, чтобы раз в году мы ожидали, когда будут вот это вот красивое все. Огоньки, елки, подарки. Мишура определенная, за которой, возможно, нет ничего. Знаете, в этой коробочке нет ничего. Но она создает впечатление, что там что-то есть. Что это как-то может обрадовать человека. Но на самом деле радует только ее внешность. Давайте вместе с вами прочитаем из евангельской истории о том... Я не буду читать все, как родился Христос, но мне бы хотелось с вами прочитать о людях, которые одни из первых получили евангельскую весть. В Евангелии от Луки, во 2 главе, с 8 стиха написано, «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения». Пастухи увидели ангела, который возвестил им рождение Христа. И ангельский хор пел и выразил основную надежду прихода Христа на этот мир. И они говорят, «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения». Богу слава, мир на земле, людям Божье благоволение. Послушайте, это надежда, с которой жили иудеи того времени. Это то, чего они ожидали. Они ожидали прихода Мессии. И ангел приходит и возвещает и говорит, «Божье благоволение к людям, это свершилось, на землю приходит мир, мир Божий, и за это все слава Богу». Ангелы передают людям ту надежду, которую должно нести Рождество. Не просто не вот эту мишуру, не подарки, не красочность, но центр этого всего. Если нету в Рождестве, если в нашем осознании, в праздновании этого праздника, нету центрального осознания того, зачем Христос пришел, и что это приносит в жизнь людей, все остальное остается просто праздником. И назвать его можно по-другому. И, наверное, в советское время так и подумали. Думают, ну, нам главное оставить то, что людям привычно. А ведь елку наряжали еще до того, как Советский Союз образовался. и Дед Мороз на самом деле был до того, как Советский Союз образовался. И Снегурочка, она еще появилась в 19 веке, в середине 19 века, если точнее, в 1869 году. И всем стало интересно, сначала они обратили внимание на эту сказку, а потом, когда уже появилась пьеса по ней, они начали одеваться в Снегурочек и радоваться этому празднику. Но это всего лишь обертка. И в советское время эту обертку оставили, а убрали самое важное. Убрали надежду. Надежда без Бога, она становится пустой. Ну, давайте вспомним, кто на Новый год, еще не будучи верующим человеком, не говорил такие фразы, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И все старались как-то особенно его встретить. И что потом у вас в следующем году было? Ну, не надо, просто вспомните об этом. Или знаете, как делают какие-то определенные действия, чтобы желание на Новый год сбылось, нужно там, когда бьют куранты, 12-й удар, и все смотрят по телевизору, когда они бьют, сделать какие-то определенные действия. Не буду весь магический ритуал рассказывать, а то вдруг кто-то захочет сделать. Шучу, конечно. И люди ожидают. Знаете, но вот в чем дело. А Новый год с собой унес те же самые проблемы, те же самые сложности в отношениях. Иногда ты ожидаешь, что в Новом году будет что-то замечательное, но в следующем году люди теряли работу или близких, или разрывались отношения. Получалось, что то, на что они надеялись, оно не работает. И знаете, я бы сказал так, а без Бога оно не работает. Без Бога надежды их нету. Не на что надеяться. Потому что собственные силы подводят. Люди, на которых ты надеялся, могут оставить. Материальные средства, на которые человек может надеяться, они в какой-то момент могут уйти. но самая главная надежда, которую приносят, приносят ангелы, тогда говорят, пастухам. Слава Богу, Он приносит мир на землю, и Он приходит с благоволением к людям. У Него есть благоволение к этому грешному миру, к тем, которые отвернулись от Него, к тем, которые сказали, мы будем жить сами. У нас есть определенные силы, способности, мы как-нибудь без тебя прорвемся. Но Бог приходит и приносит эту надежду. В своем послании к эфесянам апостол Павел в первой главе говорит интересные слова про Иисуса Христа. Он говорит так, в котором мы имеем, это с 7-8 стихи, послание эфесянам, 1 глава, 7-8 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Апостол Павел отражает здесь несколько, по сути своей, даров, которые Христос приносит людям со своим рождением. Да, он говорит, мы имеем искупление кровью Его. Рождество, по сути своей, это день рождения Христа. Здесь еще ничего не говорится о том, что Он взойдет на Голговский крест и умрет там за грешных людей, чтобы примирить тебя и меня с Богом. Но это же был суть прихода Христа на землю. Да, Он проживет на этой земле те 33 года, но Он исполнит, для чего Он пришел. И в самом Рождестве, мы, даже в Рождестве, мы не должны забывать о цели пришествия Христа. И наша надежда, она как раз обновляется в том, что мы понимаем, что Он не просто родился на этой земле, жил, потом посмотрел, говорит, Отец, ну, я тут посмотрел на них, на всех. Давай лучше, как ты Моисею предлагал однажды. Всех и по новой все начнем. Это у нас с вами времени нету, да, у Бога-то его достаточно. Он творец времени, но Он так не сделал. Христос говорит, я исполню все, и Он исполнил до конца. И апостол Павел говорит, что одна из самых важных надежд нашей жизни это искупление, которое мы получаем кровью Иисуса Христа. Знаете, и есть ошибочное мнение, люди иногда так думают, когда мы начинаем говорить об искуплении, когда мы говорим о том, от чего мы выкуплены по сути своей, то мы начинаем путать два понятия. Купить что-то и выкупить. И люди иногда говорят, что Бог как бы жертвой Христа купил нас у дьявола, но это ложь. Мы никогда дьяволу не принадлежали, он не творец человека. Это он себя представляет таким. по сути своей, все Евангелие говорит о том, что Иисус искупил нас, выкупил из того положения, в котором мы находимся, из которого мы не могли выбраться сами. Это как если бы ты попал в яму и просто не знал, как из нее выбраться, и подумал о том, что ну теперь я буду всегда в этой яме жить, но он пришел и протянул руку и сказал, я вытащу тебя оттуда. Вопрос, он не задал тебе вопрос, почему ты в этой яме оказался. Он не спрашивает и не упрекает, говорит, ну что у тебя не получилось у самого жить этой жизнью, он приходит и говорит, слушай, есть новая, лучшая жизнь. И он делает все для того, чтобы ты жил этой новой жизнью. Он выкупил тебя из того положения, ровно как Господь вывел народ свой из Египта. Они жили там, и можно подумать, послушайте, написано 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. По разным оценкам это может быть от 3 до 10 миллионов человек. И эти люди не могли ничего сделать, и они себя мыслили, считали, что они рабы. Их даже по большому счету нигде не написано, что их держали в кандалах или сильно охраняли. им просто сказали, что они рабы, и они должны что-то делать. И многие люди живут в этом мире без надежды, думая, что они рабы того состояния, в котором они находятся. Они мечтают о лучшем, у них есть какие-то надежды, но эти надежды могут оказаться пустыми. Там ничего нет. Красивая обертка, но пустота. Христос пришел, чтобы подарить нам надежду, и он искупил нас от рабства греха, кровью своей. Второе, что говорит апостол Павел, вернее, знаете, я бы здесь еще хотел сказать, в послании Галатам, в пятой главе, написано так, первый стих, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Он говорит, он искупил нас, стойте в этой свободе, не возвращайтесь туда, не подвергайтесь игу рабства, туда никого насильно не затягивают, это наше решение, это вдруг сказать, а может быть, знаете, когда человек говорит, а вдруг Христос и не приходил, а вдруг он ничего не сделал, а вдруг, и вот это вдруг начинает человека возвращать обратно к состоянию раба, но апостол Павел говорит, не подвергайтесь этому игу рабства, второе, что дает нам Христос, в чем есть надежда, апостол Павел в послании Кефесянам мы прочитали говорит, в нем есть прощение грехов по богатству благодати его, у Бога достаточно благодати, чтобы простить любой грех человека, как было сегодня уже сказано, нам ничего не нужно делать для того, чтобы наши грехи были прощены, мы не можем исправить что-то, как бы хотелось, хотелось вернуться в какие-то ситуации жизни, и не говорить неправды, не делать вещей, которые не нужно было делать, но это уже сделано, и прошлого его не вернешь, это факт нашей жизни, иногда мы к этим фактам возвращаемся, и слишком много о них говорим, и хочется сказать человеку, который возвращается в прошлую жизнь, сказать, послушай, древнее прошло, теперь все новое, Бог прощает твои грехи, у Него достаточно благодати, простить тот или иной грех, но иногда бывает мы сами себя простить не можем, надежда Рождества в том, что грехи человека будут прощены, почему? Потому что у Бога благоволение к людям, ангел говорит, в человеках благоволение, Бог благоволит тебе, Бог благоволит тебе драгоценная душа, Он желает, чтобы каждый жил праведной жизнью, да, нам для этого нужно следовать Его путями, принять жертву Христа, следовать Божьим путем, пребывать в Его истине, творить дела правды, нам нужно следовать этими путями, но Бог прощает наши грехи по благодати своей, мы ничего не сделаем, чтобы как-то исправить то, что было сделано неправильно. Во втором послании Коринфина, в пятой главе, 18 и 19 стихов, стихом апостол Павел говорит так, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Христос принес нам эту надежду, что грехи будут прощены. Третье, о чем апостол Павел говорит, в послании к Ефесянам, он говорит так, он в преизбытке даровал нам всякую премудрость и разумение. премудрость. И слово премудрость это та самая мудрость, которую бы многие хотели. Вы знаете, ну что такое Божья мудрость, которую Он дает своим детям? Что такое мудрость, которая наполняет жизнь верующего человека? Писание во многих моментах говорит о том, что эта мудрость это не человеческая мудрость, она больше, чем мудрость мудрецов этого мира. И даже самые мудрые люди этого мира они совершают глупые поступки. Но Духом Божьим своим детям Господь дает понимание того, как правильно жить, как устроять эту жизнь. Второе слово, которое здесь Он использует, он говорит разумение, это буквально здравый смысл, дающий человеку способность разбираться в практических проблемах жизни и решать их. У верующего человека есть хороший помощник на этой земле, это Дух Святой. Когда ты не знаешь правда, как поступить в этой ситуации, ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, я не знаю, что делать, как здесь быть. И иногда это из ниоткуда просто мысль появляется. Иногда человек просто проходит мимо, что-то говорит, и ты думаешь, точно? Иногда просто, ну, как бы ты думаешь, что делать? Открываешь Библию, думаешь, ну, буду читать Писание, начинаешь читать, и такое ощущение, как будто именно тут написано то, что тебе надо. Но Духом Своим Святым Бог дает мудрость, которой нету у людей, не знающих Бога. В книге Даниила, когда Даниил разговаривает с Новохудоносором, Новохудоносор говорит, вот мой сон, а ты, Даниил, давай истолкуй его, потому что мудрецы мои не могли истолковать, но на тебе Дух Святого Бога. И Даниил рассказывает. Послушайте, знаете, Бог дает нам надежду в том, что мы даже в практической нашей жизни можем поступать мудро, разумно, здраво. По сути своей Бог говорит о том, что я изменю твою жизнь и вся твоя жизнь будет явлением той надежды, которую Он вложил в твое сердце. В послании Якова в 3 главе 13 стихом написаны такие слова «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Знаешь, наша жизнь она по сути своей доказывает в итоге. Родился для нас Христос, принес ли Он надежду в нашу жизнь. И вот эти рождественские надежды и заключаются в том, что Он искупил нас от того положения, в котором мы находились. Он принес нам прощение грехов и Он Духом Своим умудряет нас, делает теми людьми, которые начинают понимать и разбираться в жизни, чтобы прославлять имя Его и слава Его она будет являться по всей земле. Редактор субтитров